ух ты пришло первый раз оповещение мне а я поставила себе пришло а ты ставила себе повещение или нет я просто все поставила с другой страницы посмотреть пришло или нет у меня пришло первый раз как раз я поставил эту штуку ой да ладно вам я так устала мне что-то вообще давайте все ставьте плюсики что все зашли к кому пришло настя тебе тоже пришло господи боже сейчас потечет скупая слеза нет я не ставила у кого-то так помещение пришло да ура да ладно я лежала и думала как вообще придет нет все это не ставила ты не ставилась ты имеешь ввиду ант с этой страницы да ну кого-то работала у кого-то нет но сейчас плюсики плюсики все зашли с плюсиками потом спросим может другие люди вообще ничего не ставят слушайте я заметила кстати что прямые эфиры вот я захожу там ктина канделаки ну какого подписано почему люди перестали смотреть так особо прямые эфиры потому что их стало очень много те кто не сидели да все начали сидеть активно там тысячи человек утины она сидела с этим с комедиантом ко всем заходишь там у них по 10 по 15 миллионов типа на двоих а у них там смотри 2000 человек думаю что случилось люди с ума сошли по ходу да по эфирам что пришло помещение вот это думаю что слушайте поверьте мне я видела заходила не буду называть имена у кого по миллиону галочка у них сидит 40 человек поэтому потому что скучный прямые эфиры лист почему утина канделаки вам не нравится она не знаю очень кстати да не интересно стало все стали вести эфир а раньше просто как-то блогеры многие да не вели эфиры да и вообще мне ну короче явлееву конечно никто не сделает где мой принц я не знаю где-то ходит где ты ходишь принц приди у многих скучный эфир или зуб слушайте ну вы вчера готовили был очень веселый эфир я не считаю что он был веселый когда вчера меня все обосрали просто писали такие гадости я говорю мне лучше меньше людей вот вечно вот выйти чем будет там эти много людей которые пишут одну гадость пришло не ставился по молчанию как-то вроде отправилась подписчикам ты сделаешь захочешь просто вот интересно мне время уже спят что делать люди на карантине в такое время мне скучно что делает честно него честно только тебя и влеевы и влеевы это просто король эфиров конечно все наши звезды но недалеко и влево очень крутая 60 миллионов фири всего 40 а у юли 16 миллионов 500 к да 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 кстати это да но вчера мы готовили но вчера такие темы начали вылазить которые ну просто ужас я после эфира немножко себя почувствовала не очень ли почему арман от всех отписался я не знаю вот кого от всех мне тоже что ли или он просто заблокировался мы с арманом дружим марман мой друг карман моя любовь или готовить до как вчера я готовила ребят вот у меня губы нормально почему я себе что у меня огромный губ приветики приветики эфир вчерашний пропустила вчера ой вчера у всех одно и то же вот знаете как люди живут вот чем люди живут то не говорят просто столько было просто негатива ужас а кто хочет что-то сделать он это делает он берет возвращается на дом 2 он возвращается в отношения поэтому когда мне вчера я просто выложила для меня нет такого что лёша это мой бывший супруг там ну как и другие мои бывшие супруги это просто какой-то период и красивая картинка я выкладывала просто это все а так что готовила соус просто нереальный помпушечный бомбомический у тебя что светло такой светло лампа светит я помыла всю квартиру там где у меня там швабра все надраила да и все пришел запрос чтобы было в канаде сотворить хуйню какую-то все быстро смотреть будут например показать сиськи да но нет спасибо да нет днем по моему и так нормально смотрят людей конечно так мало раньше ночи смотрела много но я говорю если заходишь к миллионникам у них то что вообще жесть жестокая профиль не пришла всем показать девчонки то что очень много вопросов про фен это дайсон я хотела спросить у вас так и говорят видите я помогла полу и у меня очень чистенько счастливы с моими бывшими но с некоторыми общаюсь конечно не очень классные бывшие мои вот я что хотела сказать еще знаешь что я делаю на десна я не могу много чего говорить тоже меня не только девчонки смотрят иногда поэтому можно сказать что мой блог только для девочек мои родители живут в москву поэтому в москве и я жила москве с пяти лет мы переехали поэтому мои родители живут в москве так что так антидепрессанты и я пробовала одну таблеточку и все нет я не пью антидепрессанты зайки да то как давно господи меня звали на проекте и не помню но если честно позвоню как бы я приду просто есть даже молодые люди которые конечно же я нравлюсь на проекте и поэтому нет у меня отличные меня никто не выгонял выгоняли алексея за ним ушла даже многих ребята просто берут выгоняют вот меня просили остаться поэтому меня всегда есть вернуться всегда могу вернуться слушайте я живу в доме мы снимаем дом я сегодня вкладывала во море кто не знает кто не был на той страничке постоянно выкладывала море к я занимаюсь медитациями спортом а у нас здесь тепло было сегодня холодно я такая думаю только завела эту страничку не могу к вам выйти о сегодня что я делала сегодня мне такой день честно скажу вот признаюсь вам если вы занимаетесь практиками дышите делает дышать каждое там утро медитациями у вас настроение прилив вообще целый день я не знаю как у девчонки по-любому здесь такие есть импульсивные как я вот они почувствовали полнолуние потому что у меня например настроение такое переменчивое и я два дня или три дня прям у меня дикая лень я говорила что я борюсь все время с ней и на протяжении двух месяцев сколько два месяца карантин уже каждый день вставала в 11 я даже без будильника встаю у меня постоянно дела чтение спорт медитации приготовить конечно все вкусный завтрак а тут просто я расслабилась и я понимаю что это все полнолуние красиво очень да я просто надоело то что мне когда выхожу с фильтром не все пишут что у меня большое лицо и поэтому я решила выйти без фильтра то мне блестит что у меня огромный рот но я честно скажу фильтр обалденный я уже говорила вам пользуйтесь им на здоровье вот она уменьшает немножечко лицо я показывала лиза вернись на проект девчонки а зачем мне возвращаться на проект вот смотрите господи так не видно с узел рожу ладно я думаю что не этот так ли за вернись на проект с кем с мамой снимать у мамы отдельный дом нет у мамы отдельный дом ой ну вот короче два дня но как я не сорвалась еще и не съела все подряд я не знаю соус очень вкусные мои стрибусины сегодня и сестра моя просто были восторге я вам говорю это бабушкин рецепт моя бабушка готовила самый вкусный медовик не знаю что меня бабушка не шталан готовить пить бросила смысле пить бросила не я не потребляю алкоголь но я никогда не бухала так чтобы пить бросить за тобой очень интересно наблюдать я жила там да я не если туда приду и я не понимаю немножко я не смогу там жить потому что я смотрю что там люди многие это правда что там есть проектные люди и они знают как ну а ты с кем мужика нашла во первых так это грубо звучит мужика нет у меня нет мужчины парня молодого человека у меня есть я я там на стройках у меня есть я и маистра воды с лимоном щас покажу я с водой вот она я не смотрю дом 2 поэтому я не могу вам ничего сказать я как бы меня раз приходила поддерживала и считаю что она нормальная девочка просто у нее есть некие психически конечно расстройства и вот но с ним возможно работать здравствуйте здравствуйте я хочу пойти уже покрасить волосы белый белый я не буду красить вы знаете мне так стало нравится и без ресниц и своим цветом да это накручивает так дайсон кстати вот мы сегодня разговариваю с момента пока начинает работать сейчас полягу время такой топик еще боюсь что прилягу и что-то вывалится я на лимонной воде не скинула три килограмма за две недели я пью лимонную воду уже больше месяца нифига не скинула вот нравится парень он в себя безумно в себе безумно уверен умный красиво много девочек вокруг а он внимание не обращает на меня что делать да некоторые парни делают вид что не обращают внимание я не знаю если вы в своих силах уверены ну как-то можно ну не знаю мне такого не было но можно же как-то вот самой и написать я в этом ничего такого не вижу если вам кто-то нравится я например по себе знаю что я такая была всегда очень яркая девушка и не все парни могли ко мне подойти ну например своего второго мужа я взяла сама как бы он очень стеснительно был молодой человек он не стеснялся и в этом ничего такого нет если мне нравится мужчина я могу подойти сама я могу позвонить я могу дать сделать что угодно ну как-то я уверена в себе наверное это уверенность чувствуется вы же чувствуете уверенного парня ну как бы я тоже вот уверена что ну как-то мне такого не было что я взял парень отшил мне только один раз пришло оповещение в самый первый не пришло ну ладно тебя не приятно и зайди пожалуйста в директ девочки в деле заходит мой менеджер и отвечаю конечно девочкам я пожалуйста и просто вы когда просите у меня есть например моя мама из родителей которым помогаю вот и конечно я помогаю животным иногда и людям но у меня за этот только я вернула этот аккаунт у меня почти все меня просят денег у нас проходит конкурсы вы можете не знаю поучаствовать например в них вот ну как бы знаете очень много опять запросов пожалуйста дай денег кого сильнее всех любила мужей я думаю что я никого из них не любила не все нет такого это не была взрослая любовь это не я не хочу то что было тогда и у меня таких отношений больше не будет сто процентов я никого из них больше не любила я любила их всех одинаково как то наверное какой-то детской любовью с каждым не казалось что это любовь но мне кажется как бы например 3 брак у нас не было любви с алексей у нас было только этот невротические отношения эмоциональная зависимость вот после проекта мы другу приклеились и казалось что сильная любовь мне кажется что это очень тяжело порвать вот я вчера он скидывала эмоциональные отношения на самом деле очень тяжело разорвать. Очень тяжело разорвать. Прям очень. Не знаю. Очень-очень. Уповещение пришло. Приветики, спасибо. Ну, я думаю, откуда у меня гастрит с лимоном переборщила, наверное. Был кто-то ближе, кто же про это интересуется ребятами. Рассказываю, как... О, Господи. Знаете, вот я же говорю, каждый человек, всё, что он говорит, делает его поступки, говорит о том, кто он. Вы же это понимаете сами прекрасно. Вот. И поэтому, если человек излучает, в принципе, добро, он никогда ни про кому не будет говорить. Он до такого не опускается. Есть люди, которые, в принципе, из себя что-то представляют, им не нужно за счёт грязи или чего-то такого, ну, поднимать там свой аккаунт и вообще себя. Я уверена... Должен к жениху, попасть, не потеряюсь, аж тупее, мне кажется. Это отвратительное чувство, когда от его присутствия ручки трясутся и сердце выпрыгивает. Я считаю, это охренительное чувство, извиняюсь, я подавилась. Это охренительное чувство. Я бы сейчас хотела бы увидеть парня и чтобы у меня затряслись ручки. Я вам завидую, честно. Я вам завидую. Это прекрасно, что вы такое чувствуете. Ну, что вам сказать? Мужчины, они, как и мы, женщины, они на каком-то уровне чувствуют, понимаете, на подсознании всё-таки, уверенную в себе самку или нет. Он чувствует, значит, что вы немножко растеряны. Соберитесь, покажите себя. Ой. Да нет. Знаете, разные бывают ситуации, когда просят деньги. В этом ничего нет такого. У меня были девочки здесь, мы как маленькие, там 18-19 лет, одной девочке, но я не выхожу об этом и не рассказала. Не скидываю. Я купила билет на Бузовый там, да, и на Колу дала денег. Но это бред какой-то. Конечно, бывает, что я помогаю девочкам, женщинам. Есть, была одна девушка, мне, ну, у неё трое детей, она мне записала видео, извините, с грудным ребёнком, она кормит грудью, и там просто разваленный дом. Она попросила 50 рублей на молоко. Понятное дело, что я скинула ей не 50 рублей. Ну, понимаете, когда один раз помог, ну, я понимаю, что я могу один раз помочь, может быть, два. Ну, когда люди начинают наглеть и постоянно у меня просить, я не могу. Я не люблю наглость, честно, не люблю наглость. Помочь могу? Вот. Мари, лимон исключила. Так. С Мэри, слушайте, я к Мэри прекрасно всё равно отношусь. У нас были очень такие близкие отношения, прям близкие. Я никогда, наверное, не жила с подругой, и нам было очень комфортно с ней, и нам нужно было разойтись, чтобы вот она встретила своего мужчину, любимого мужчину. Я уверена и надеюсь, что она выйдет замуж. Это, знаете, даже тогда, когда мы умерились, это я серьёзно спрашивала, как она сейчас спокойна за неё. У нас не разошлись интересы, просто произошла ситуация, которая, ну, ну, поменяла, конечно, отношения, и всё. Но нет, я никогда не обижаюсь ни на кого. И я вам всегда говорю, не обижайтесь на людей. От того, что вы обижаетесь, вы делаете хуже себе, но никому-то. Если бы сидела, обижалась на Мэри, то я бы, Мэри вообще там живёт своей жизнью, да, а я сижу, обижаюсь. Ну, это такая бредятина. Я не понимаю людей, которые не могут отпускать обиды. Это настолько глупо, потому что вы делаете себе хуже. Однозначно. Людям вообще насрать на ваше существование может быть, а вы обижаетесь. Обижаться не надо, поэтому будут обижать, не обижайся, это очень верно сказано. Лёша, 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 Лёша молодой парень. Я не хочу с вами разговаривать о Алексее, потому что это неправильно вообще обсуждать своих бывших молодых людей. Как бы, знаете, я там встречалась с Захаром, что-то Захара не спрашивает. Вот. Ну, есть парни, которые себя любят, это нормальная любовь, а есть любовь чересчур. Я бы не сказала, что он, кстати, нарцисс. У него просто понятия такие, вырос в той семье, где работают там двое родителей. Он по-другому смотрел на жизнь. Он вырос не так, как я. И, ну вот, мы вот, понимаете, с разных грядок цветочки, разные цветочки. Поэтому мы по-разному смотрели на жизнь. И есть люди, которые стремятся к чему-то, да, они хотят другой жизни. А есть люди, которые, ну, их устраивает их жизнь. Ну, вот Алексей, наверное, из той серии его устраивает, и он, все, как бы, его жизнь, и все. Я с сестрой. Есть мужчина Алексей, есть Алеша. Ну, зачем? Мой уход за кожей, Заянька, слушайте. Вот, девчонки, я хочу у вас спросить совет. Смотрите, есть такое дело. Говорят, что от кофе с молоком обсыпает. У меня мелкая сыпь на лице бывает. Ну, она мелкая, это не прыщи, они не белые, они никакие, это просто мелкая сыпь. Мне врач сказал, что даже, и даже гинеколог мне сказал, что, блин, как же сказать, здесь парни, что могут быть в отделении все от того, что пьете кофе с молоком. Вы знаете такое? Как перестать пить кофе? Я не могу перестать пить кофе. И у меня непереносимость лактозы, мне вообще врачи запретили пить молочку. Но она же такая вкусная. Я не могу. Я не ем йогурт, у меня такого нет, что я балдею. Я могу выпить иногда ряженку, конечно, с каким-нибудь вкусным шоколадом. Но пить кофе без молока мне тяжело. У меня было видно, что ты в эфире. Я просто нажала, чтобы сториз посмотреть, попала на эфир. Прикольно. Так, цикори, пей молоко, попробуй заменить цикори. Что за бред? Ну, это не бред, есть непереносимость некоторых продуктов у людей. Вот у меня непереносимость лактозы. Я могу есть горький шоколад, меня от него не сыпет, но если молочный шоколад, то меня от него сильно обсыпает. Поэтому это не бред, Занька, это так и так и есть, что у кого-то аллергия на какие-то продукты. Я водолей. Когда я говорю, что я водолей, мне даже странно, у меня нету, я не общаюсь с водолеями, у меня нет знакомых водолеев, у меня есть там девочка, с которой мы родились в один день. Вот, но мы абсолютно разные, в один год, в один день, но у меня нет друзей водолеев, у меня есть сестра водолей, я водолей, и все. Моргенштейн мне очень нравится, честно скажу вам, что я обожаю Моргенштейна, Моргенштейн просто охренительно, бомбический. Такой музыки, как у него, у нас не было, он первооткрыватель, вот эти биты просто делают настроение мне. Если вы с утра включаете Моргенштейна, то это охренительно клево. Да. Хочу ли я еще детей? Водолей каких знаков? Знаков не переносят. Хочу ли я еще детей? Ну, конечно же, я хочу семью и детей, но когда встречу мужчину, достойного меня, прекрасной барышни. Ой, ну не знаю, мне кажется, после карантина я стану такая охуительна, мой еще не родился. Так, нет, я нос не делала, привет. Я подтягивала его нитями, но если у вас, например, толстый нос, я знаю, что его, ну как у меня, в принципе, толстый носик, он у меня толстеет вместе со мной, то можно уколоть, я не помню, как называется эта жидкость, меня подружка делала, прикольно. Миндальное молоко мне не нравится, кокосовое, мне нравятся сливки, но они очень жирные, жирные тоже на желудок не очень хорошо. Думаю, может, потому что мужчины нет уже долго, ем это все, а вес на месте. Не думаю, что по этому поводу, может, у меня тоже по этому поводу вес стоит на месте, ну честно сказать, когда появляется в жизни, конечно же, у каждой из нас парень, ну или просто даже секс, нет. Вот когда говорят, просто можно ли иметь отношение с секс, просто секс? Мне кажется, нельзя, вот я не могу, я сразу влюбляюсь. Если у меня есть с партнером, ну, как бы, половая жизнь, то какая может быть дружба, какие могут быть вообще вопросы, то у меня есть, конечно же, чувство к нему. Поэтому лучше побыть одной. Лиз, просто надо пора. Ребят, нас карантин, какой с охранником, с дедушкой здесь пойти, который охраняет наши коттеджи, и чистая кожа в бессыпи. Вот ты правильно написала. Я выбираю, что я харизматична и так, и моя сыпь мне не мешает. Да, веришь в мистику? Я не то, что верю в мистику, я с детства вижу много всего, и я все это знаю, и поэтому, в принципе, я занимаюсь. И то, что у меня третий глаз открылся. Но даже со своей мамой разговаривала, что есть вещи, которыми мне нельзя заниматься, так как может случиться нехорошее. И моя еще прабабушка, прабабушка моей маме говорила, что лучше нам, женщинам, в нашей линии некоторыми вещами не заниматься. Продучи мои вопросы, я не отвечаю, и поэтому, когда вы их спрашиваете, мне кажется, это как-то не ваше дело, и я не спрашиваю вас про вашу жизнь. Да, и мне кажется, если я просила не задавать такие вопросы, то значит, их некорректно задавать мне. Hello, зайка. Очень скучно с лепкаротином, с ума сойти. Пару мистических историй. Ну, моя дочь, кстати, такая же, как и я. С детства, ну, вообще, моя мама еще и способна. Сейчас я расскажу про нас. Ну, нет, наверное, такие вещи лучше не рассказывать, подумайте, что я сумасшедшая. И моя мама тоже. Расскажу историю, где у нас участвовало четверо наших женщин, нашей семьи. Вот. Да я уже рассказывала, мне кажется, не особо-то это интересно. Нет, конечно, медитацию можно делать. Медитации бывают разные, понимаете? И, например, тетей хилингов, где я занимаюсь, есть разные уровни. Вот я недавно вышла на один уровень, на который нельзя выходить, где все-таки души умерших. И увидела, ощутила рядом с собой присутствие мужчины. А в детстве я видела уже мужчину, я думала, что это домовой, но у нас, говорит, сосед повесился. Вот. Что я его видела. Но я думаю, все равно, что это домовой. В отношениях я живу с ним, но часто ссоры, оскорбления в мой адрес. Теперь хочется гулять и ничего серьезного. При этом привязалась к человеку уже. Если мужчина вас... Я не представляю, что в моих отношениях будут оскорбления. Последние мои отношения мне дали понять, что, во-первых, мужчина, который оскорбляет, он пытается как-то повысить свою самооценку на вас, унижая вас, что это абсолютно неправильно. И в моей жизни были... Даже мой первый брак, это были... Знаете, как вот странно, когда человек с тобой никогда не ругался матом, вы там жили с ним год, прожили, а потом просто тебя начинает... Ну, просто говорить тебе, что ты просто чмо и не человек. Два разных человека. Ты живешь с одним человеком, а потом ты просто чмо, и ты просто чмо. Ты просто беременная ходишь, тебе говорят, ты чмо, ты никто, ты ничто, и ты вообще просто... Просто грязь из-под ногтей. А ты жил с человеком, который ни разу при тебе даже мата не сказал, что у вас идиллия, любовь. Вот. Так люди меняются. Что я могу сказать, что у меня были проблемы с детства с головой, раз я шла в такие отношения, здоровый человек не пойдет в такие отношения. Вот. И второе, вот когда я была в браке с Алексеем, я ему, в принципе, говорила, что... Ну, мне прям становится, знаете, как... Вот он мне говорит, ты тупая, а мне вот в этот момент как-то аж прям вот какое-то вот это... Не знаю, какое-то детское ощущение, что детство переносилось. Вот. Мне это нравилось, видимо. Как-то вот притягивало. Это ужасно. И знаете, какие-то моменты за мной... Были ухажеры у меня такие, которые мне там не особо нравятся, но они, например, со мной поругаются, что-нибудь мне скажут гадко. Я такая... И меня тянет. Я просто начала блокировать. И вот так потихоньку и вот потом я общалась уже, встречалась с очень прекрасным человеком и поняла, что у меня немножко того крыша была, что я справилась с этим, что это мне не особо. Нельзя встречаться с мужчинами, которые вас оскорбляют. Вот. Это может идти с детства, но с этим легко, нелегко, тяжеловато будет, но с этим справиться можно. Можно все изменить. И вот я, например, изменила, и все прекрасно. Я не представляю, чтобы парень меня оскорблял. Вот я жила в браке семь лет с парнем. Семь лет. Знаете, что я ему говорила? Что я ему только не говорила. Он ни разу меня не обозвал, не послал. Золотой человек, святой мужчина. Это действительно. Поэтому мы прожили семь лет. Так. А у меня, как бы, смотришь на человека, прям чувствуешь все нутром, что он говно, прям трусь. Я смотрю на него. Есть такие люди. Я с вами согласна. У меня появилось это только сейчас. Раньше мне казалось, что все люди хорошие. И я искала только лучшее в людях. И я не умела говорить нет. И, в принципе, я очень милая, добрая девочка. Но, например, если задеть мою семью, думаю, и сейчас, ну, и вот как бы сейчас на работе над собой навряд ли, ну, сейчас я тоже не буду обращать внимания, так как есть я и есть люди, которые действительно мне в мнении важны. Это моя семья, да, и мои близкие. Все остальные, кто тявкает, ну, мне неинтересно, потому что они для меня никто и ничто в этой жизни. И я все-таки живу, ну, как вы там поговорите, мамедины, да. Ну, как много людей, так про меня говорят. И что теперь на всех? Тельцы уперты очень, самую, боже мой. Вы знаете, что я поняла? Что я вот сегодня это поняла, что тельцы, это не мое, они всегда в моей жизни есть, они всегда за мной ухаживают, они всегда вокруг меня. Но мне нужно, в следующий телец, который со мной познакомится, скажем, Аривидерчи, мы с тобой никогда не будем общаться. Это самые такие, они типа очень хорошие, тихушники, они очкуны. Вообще, да, вообще, вообще, ой, ой. У тебя много друзей настоящих? Ну, слушайте, у меня окружают хорошие люди, я считаю, вот, и у меня есть друзья, которые, конечно, идут с детства со мной, с кем я дружу уже много-много лет, и есть, конечно, мои новые знакомые, очень приятные, сейчас у меня такие знакомые, даже, наверное, ну, девчонки есть, которые постарше, кто-то по, ну, стоит лучше на ногах, и мне приятно, приятно с ними общаться, они мне дают советы, мне нравится с ними дружить, потому что я привыкла, что я всех тяну, что я постоянно помогаю, нет, я сейчас выбираю себе прям на, либо на одном уровне, либо повыше. Настоящую это пару? Нет, мне не пару, мне, кстати, много очень знакомых, а женщины-чельцы прекрасные? Ну, наверное, мне кажется, женщины все прекрасные, поэтому у меня сегодня в чате какой-то был разговор с девочками, девочка другую девочку назвала дурой, из-за того, что та спрашивала совета, она ушла от мужа, там, пять лет жила, ей жалко мужа, и та ее дурой называла, я не понимаю, почему люди вообще могут какого-то обзывать, кто дал право вам кого-то обзывать, кто вы, кто судьи, как говорили, кто судьи. Сохрани эфир, потом уже фрагмент про Тельцов дам послушать. Были парни-козероги, была первая моя любовь, первый мой мужчина, первый мой парень, вот, я сейчас приезжала, мы даже виделись, ржали с ним, я вообще очень хорошо отношусь к своему бывшему, если бы не произошла такая ситуация с моим первым мужем, я не понимаю, почему у нас есть дочь, мы не можем общаться, мы адекватные взрослые люди, мы не какой-то кусок говна, я не знаю, он нормальный, все-таки у него нормальная семья, я нормальная, это знаете, когда в опеку я приходила, она говорит, я смотрю на вас, на вашего бывшего мужа, и не понимаю, когда вот алкаши нас насирают на своих детей, и там дети, да, страдают действительно, а когда люди адекватные, она говорит, странно, вот для меня всегда странно, что адекватные люди не могут поделить ребенка, это правда, с весами очень сложно, ну очень, сама весы знаю, мне нравятся девушки весы, я с ними нахожу общий язык, они сложноватые, да, однозначно на своей волне, но мы все на своей волне, я не могу сказать, что я легкая, мне кажется, я добрая, да, я добрая, я могу помочь, я есть, вот, ну, до 30 лет, мне кажется, это просто, если нужна помощь, спасение, это Лиза, сейчас я уже не иду во вред себе, вот, добрая, но я тоже сложная, я не замечаю за собой некоторые моменты, но когда моя страна мне говорит, например, даже как я общаюсь со своим молодым человеком, да, я холодная бываю, хотя мне кажется, я такая пусимуси, но нет, я холодная, и мне стали даже говорить, что Лиз, ну ты такая, типа тебе похер, хотя мне вообще не похер, мне кажется, я такая романтичная, вы знаете, я люблю делать сюрпризы, я люблю там, короче, я люблю быть миленькой, женатым стала бы спать, такой вопрос, я с женатыми встречалась, я не отрицаю этого, у меня был период, когда я не женатыми, друзья, наверное, это такой дружеский союз, ну я бы никогда не хотела увезти из семьи, или обидеть, сделать больно другой женщине, на тот момент я никогда, я же говорила, у меня не было такого, что я, у меня были чувства, понятное дело, ну вот после развода я встречалась, после того, как семь лет прожила, и мне было хорошо от того, что у меня была свобода в этот момент, что не посягали, жена ты не посягала на мою свободу, понятно, что если встречаешься с молодым парнем, он как бы ты его, а так у меня были отличные свободные отношения, меня все устраивало, но я никогда в жизни не думала сказать, чтобы мужчина ушел от своей жены, и наоборот, там обсуждали какие-то такие моменты, что подсказки, и как друг больше, что он женат, это его проблема, что он женат, вы-то свободны, знаете, я скажу так, сейчас я пришла к другому, я не хочу встречаться с женатыми, и такое было у меня, были моменты, но сейчас, конечно, нет, сегодня лиза астролог, да нет, физическая измена, ты считаешь ли ты, что физическая измена, это неизмена, честно сказать, я не знаю еще, я не пришла к тому, что у меня есть молодой человек, я могу точно сказать, что мои все чувства умерли, наверное, в тот момент, когда мне мой, вот последний, до этого, мне никогда никто не изменял, я не знала, что это даже так больно, мне не было особо больно от того, что произошел сейс, там по пьяни с кем-то, но мне было как-то, наверное, я себя очень люблю, сейчас, как бы, я с этим свое эго немного пытаюсь привести в порядок, на тот момент я просто понимала, что эта девушка смотрит, и все там в Беларуси, например, знают, что он с ней трахался, и было больно, не так, чтобы, мне как бы, знаете, было больнее, наверное, то, что меня бросили прямо перед судом, и, конечно же, сейчас просматриваю фотографии, видя, что физически я действительно сильно похудела, я этого не видела, и я не понимаю, почему он меня не отвел к врачу, там, я не знаю, обросил меня, просто сказал мне, что, типа, я такая стала худая, что я хочу трахать других, ну, типа, ты подрышь, вот как бы, знаете, вот это было больно, когда ты всегда такая королева, но тебя ломает эта ситуация с ребенком, господи, зачем я начала это вспоминать, не хочу, ладно, все, но вот это было неприятно, а когда мне сказали про измену, мне было вот как-то, знаете, это было уже так, вообще не больно, то, что смотреть буду, да, как бы мне самолюбие мое задело, наверное, а так было не больно, наверное, если я проживу с мужчиной 20 лет, и я узнаю, что он с кем-то переспал, по пьяни, и не думаю, что мне будет больно, и что я из этого смогу развестись, если будет действительно у нас крепкая семья, ну как-то мужчины все-таки, я прочитала книгу, я же вам рассказывала, да, что я читала, чего хотят мужчины, вот, знаете, они хотят чувствовать себя желанными, нам как-то попроще, женщинам на нас вот эти взгляды, все, а мужчинам хочется, чтобы вот, ну все-таки они у нас завоеватели, вот иногда они просто чпокнут, и все, для них это даже значение, понимаете, не имеет, а для нас, женщин, секс это, это чувство, секс это чувство, реально, изменил, но пытался тщательно скрыть, опростила бы измену, я считаю, что мужчина должен скрывать, если он хочет как-то развлечься, он уезжает, например, с друзьями куда-то улетает, и у него произойдет, эта связь, потому что есть люди разные, которые относятся к этому попроще, то, конечно, мужчина должен скрывать, я уважаю мужчин, которые живут со своими женами, знаете, до хрена лет, их жены не знают про измену, у них еще вторые браки есть, но жены их не знают, и они счастливы, они делают их счастливыми, вот это отношение по ним, а когда вам парень рассказывает, что он вам изменил, зачем вам это знать, что вам больно было, нет, такая правда никому нахрен не нужна, поверьте мне, вам нужна такая правда, мне такая правда не нужна, мне не надо этого, спасибо, я как-то, знаете, когда сидишь, ты успокаиваешь, парень тебе звонит, и ты плачешь, что он тебе изменил, а ты говоришь, да не плачь, ну ладно, бывает, я ко всему отношусь, видите, так лояльно, потому что сама-то я не буду кричать, что вот я, вот я раз я изменилась сейчас, и я вот такая стала другая, то все остальные херовые, нет, я считаю, что люди все ошибаются, я изменила своему мужу, и прожила с другим 7 лет, и я поступила действительно некрасиво, мне было 20 лет, у меня мозгов не было, вот, но я никогда не осуждаю людей, у которых происходят такие ситуации, поэтому, когда мне вот, я же говорю, спрашиваешь про Джигана, я говорю, это обычная семья, такое бывает, ребята, но это обычная жизнь, такой, честно, правда, давно тебя не было, я думала, ты нашла парня, или даже замуж вышла, моя золотая, у меня второй аккаунт был, замуж не вышла, о чем-то, я о том, как живут люди, я не знаю, видимо, наверное, жизни не видали, если вы об этом говорите, да, есть мужчины, у которых есть две семьи, никогда не задумывались, почему есть многоженство, но нет многомужества, когда вот мне говорят, о чем ты, ну, ребят, в других странах это нормально иметь несколько жен, все изменяют, если баба другая даст, не все изменяют, слушайте, я считаю то, что люди, которые, это все зависит, ты же говоришь, тоже идет из детства, из каких-то, вот, ну, где ты рос, как, что, есть люди, которые, конечно же, работают над собой, меняются, но я думаю, что человек, который, в принципе, себя обрел, свою семью, себя, у него ценности уже, конечно же, другие, и он занимается своим любимым делом, да, у него нет времени на это, у него любимая семья, он не будет эту грязь нести к себе домой, как счастливая женщина, которая счастлива в браке, она счастлива, приходя в дом к себе, да, видя своих детей, своего мужа, который заботится о ней, у нее не будет мысли пойти изменить своему мужу, так у этого мужчины, понимаете, который занимается не только работой, да, но у него все любимое дело, но который нашел себя, который себя чувствует прекрасно в этом мире, и они одно целое с своей семьей, я думаю, что в такой паре не будет измен, но есть люди, которые свингеры, и что, мы же не можем пойти и сказать, фу, какой ужас, они спят с другими, нет, все смотрят на эту жизнь по-разному, через свою призму, так, я не только про физическую измену, я еще про бухло, любить надо друг друга, измен не будет, тогда бред, я очень, знаете, вот у вас однозначная, это ваша правда, вы так считаете, это правильно, но я, как человек, который сейчас разбирает, потому что вы не одна меня смотрите, и у людей есть разные ситуации, я смотрю всегда, я смотрела в этой жизни всегда с разных сторон, и есть люди, которые любят одну женщину, но они изменяют, изменяют, для них это неизменно, поймите, некоторым мужикам пойти присунуть свой членок куда-то, это неизменно, любящий мужчина не изменяет, есть любящий мужчина изменяют, а есть просто привязанность, и он не изменяет, и будете сейчас со мной спорить, под одну гребенку никто не гребет, я сказала, что есть люди разные абсолютно, но есть такое то, что мужчина изменяет, мне, например, мои два мужа не изменяли, так получилось, что вот третий как бы отомстил за других двух, по мне хуже не физическая измена, а моральная, измена, конечно, вообще измена это плохо, и вы понимаете, что каждый из нас не хочет, чтобы нас предавали, никто не хочет этого, но это жизнь, и нужно быть готовым ко всему. Ой, пошли, моя красавица пришла, пошли, о, Викуся, да, просто вот люди, вот вы меня, знаете, вот люди, которые думают, как я, они меня услышали, люди, которые думают по-другому, они меня не поняли и не услышали, и в 30 лет, да и в 40, и в 50, и в 60 изменяют, и в 70, понимаете, есть люди, которые живут и думают, что это круто, есть бабы, которые любят трахаться, но они любят секс, и что, и что, а есть мужчины, которые позволяют, а есть мужчины, которые смотрят, как их женщины спят с другими, это их личное дело, это их сексуальная жизнь, и просто, если его для вас, просто, господи, когда избавлю, если для вас очень важно, чтобы в вашей семье была гармония, и не было этой измены, то делайте для этого все прекрасное, а если браке хочется флиртовать, флиртовать это абсолютно нормально, я не понимаю, когда люди говорят, что нельзя флиртовать, если человек, например, харизматичный парень, у меня парень харизматичный, то он с моими подругами тоже веселится, прикалывается, и я к этому отношусь нормально, потому что я сама такая, мне говорят даже девчонки, как будто, что они меня любят, а мы хотят, потому что я с ними флиртую, я не флиртую, это такая манера общения, и все, и мой мужчина тоже должен воспринимать меня, да, я люблю друзей, я с ними шучу, классно вообще мне, ну, а есть мужчины, которые, например, мне говорили, что им это не нравится, что я позволяю себе, типа, лишнего, если я такая веселая, и я всех люблю, ну что, мне нравится всеми общаться в одной манере, ничего в этом такого не вижу, я считаю, что это неплохо, флиртовать это не изменять, знаете, некоторые потом идут там, ну, у них много, например, много лет браки, и они заводят, например, себе интернет-романы, да, это где-то, конечно, если там он, конечно, ну, наяривая свою, это, наверное, измена, потому что, ну, если он просто переписывается, просто ему не хватает общения, то я считаю, это нормально, я считаю, это нормально, когда у мужчины есть друзья, девушки, когда у меня, например, я не представляю, что бы мне сказали, чтобы я не дружила с парнями, если мужчины более спокойны, то есть еще те трахуны, ой, моя золотая, есть такие трахуны, блядь, и в 55, ой, извиняюсь за мат, ох, господи, поверьте, некоторым трахунам, и вообще ничего их не изменит, никогда в этой жизни, но ты его любишь, изменить не можешь, если секс с мужем не нравится, но ты его любишь, и изменить не можешь, я скажу честно за себя, все думают, что вот, конечно, я колебаю женщину, слушайте, ну у меня так редко бывает секс, о чем я говорю, но я люблю секс, и если я люблю мужчину, я с ним занимаюсь много сексом, но у меня было, что я встречалась с мужчиной, я его любила полгода, но я с ним не испытывала оргазм, но мне нравилось с ним заниматься сексом, потому что я его любила, но я с ним не испытывала оргазм, мне просто нравилось его прикосновение, мне все нравилось, потому что у меня была соития, любовь с ним, Но для меня это, наверное, для кого-то секс – это действительно главное. Я считаю, сейчас есть всякие игрушки, которые вас могут улюдотворить. Поэтому для меня секс не на первом месте. Я не знаю, у кого-то на первом месте, поэтому я могу за себя только говорить. Человекам будете следовать этому, несмотря на свои соблазны. Вы правильно написали, Оксаночка. Есть люди, которые изменяют, а есть люди, которые приходят к тому, что... Вообще их меняется вторая половинка. Иногда ты с одним мужчиной ты одна, с другим мужчиной ты другая. Также и мужчина, он с одной женщиной один, а с другой он другой. Мой бывший в сексе все устраивал, но, блядь, оказался из-за этого его бросило. Пикантный. Конечно, все люди разные, все разные приоритеты по жизни, да, конечно. Слушайте, ну, если, например, я буду, ну, вдруг заскочу на свингер-пати, да, приду и скажу, слушай, там парень у меня появится. Ну, вот я такая. Как бы либо мы вместе, либо нет. Я знаю, кстати, пары, где девушки, ну, их парни приводили вот на секс втроем, вчетвером. Я не знаю, я собственница, и я пытаюсь с этим бороться. Даже сейчас не имеем отношения, я понимаю, что это неправильно. Мне никто не принадлежит, и к этому как-то надо относиться проще. Как ко всему, ты учишься относиться проще, так к этому нужно относиться проще. У человека есть своя жизнь, у нас у всех одна жизнь, и это человека жизни, и я не вправе ему говорить, как, что её проживать. И даже если это мой супруг, я бы хотела, чтобы ему было максимально комфортно и хорошо со мной, и чтобы он мог делать то, что он хочет. Значит, однозначно, и я также хочу жить, чтобы у нас не было таких запретов. Понятное дело, что есть некие вещи, но если я чего-то очень хочу, я буду это делать. Я не буду это делать, и вот, да, я к этому пришла. Кстати, я с медитациями думала, значит, что я наоборот стала такая. Нет, ещё и характер закаляется. Видишь, совсем по-другому потом жизнь, да. Андрея Петровой? Нет, я не знаю. Да, возраст вообще не имеет значения никакого, и самые преданные люди, они встречаются с 16 лет, и всё, я вам вон выложила. Возраст не имеет значения. Ты можешь посмотреть на себя, на свою жизнь со стороны и понять, ты вообще хочешь таких отношений или нет. Посмотреть на себя и понять, что ты копируешь отношения своих родителей. Ну, или то, что ты свинья, и всё. Если вы думаете, я понимаю о том, что я обидела в своей жизни людей и сделала кому-то больно. Это, конечно, неправильно. Я в тот момент думала о себе. Женские капризульки? Да. Если парень переписывался... Я не могу сказать сейчас на тему секса. Я думаю, что мой мужчина бы не переписывался на тему секса с другой женщиной. Я в сексе даю, наверное, своему мужчину всё, что он хочет. Поэтому не думаю. Даже больше. Я люблю разнообразие, я люблю секс. Если я люблю мужчину, то я могу сказать вам, что есть мужчины, которые со мной не смогли построить отношения, потому что я очень люблю секс. Если я люблю мужчину, мне нужно много секса. Я люблю передавать свою любовь через секс, заниматься любовью. Это не секс, это занятие любовью, это соитие, это слияние душ. Я это называю так, когда вы просто... Вот. И могу сказать, что первый брак пошатнулся мне из-за того, что муж много работал, и у нас стало мало секса. Очень мало. Ну, плюс ещё оскорбления. Потом сыграли роль. Как бы, ну, 19 лет, и когда там раз в неделю, это очень мало. Мне было обидно. Никогда не говори никогда. Ты знаешь, правда, я так всегда говорила никогда не говори никогда, потому что я влюбилась в человека, в которого я не должна была влюбляться. И это так, знаете, так легко давать советы вам, например, да, а сам иногда не следуешь. И ты понимаешь, что у тебя одна жизнь, и ты можешь человеку даже сказать об этих чувствах, но ты не скажешь. Я могу позвонить, написать, но если я сильно там запала, и какие-то ситуации в жизни у нас не это, то я просто ухожу. Молча. Нимфоманка, короче, нет, нимфоманки, они занимаются сексом всегда, со всеми. Я спокойно живу без секса. Я вот полгода прожила без секса, мне было абсолютно нормально. И сейчас я живу без секса, мне нормально. Хотя мои друзья говорят, Лиза, жить без секса — это не значит, что использовать игрушки всякие. Всё-таки тем, что я сексовую, что орган женщины живет полностью от её ответственности. Это зависит от того, умеет ли она получать или нет, а какой именно мужчина, с ней не важно. Я не могу согласиться с вами, так как у меня был не один мужчина, и мне не все мужчины подходят физически. Но оргазма я испытываю однозначно и очень много. Оргазмы — это прекрасно, но не все мне подходят физически, да. Не все, не всем. День из жизни. Надеюсь, тебе вскружит голову какой-нибудь мужчина и забудешь свои ценные навыки жизни. Нет, я не писала Алексею. Помоги, я встречаюсь с мужчиной старше. Подозреваю в измене, но люблю его. Мы, женщины, очень чувствительные. И, скорее всего, вы не просто подозреваете, а да, мы чувствуем. Я всегда чувствую, когда люблю, если что-то не то в отношениях. И можете спросить. Ну, конечно, не ответит он вам прямо. Я не знаю, что в этот момент делать. Я почувствовала, когда мой второй муж начал жить с другой девушкой. Не жить, но встречаться, спать, видимо. Я прям почувствовала это. Но мы уже разошлись, я жила в Москве, и у меня уже были другие отношения. Но он мне все равно говорил, что он меня любит. И я проснулась и прямо ему написала, у тебя есть кто-то. Я всегда вижу. И в ту ночь, когда мне Леша изменил, я прям видела с кем, что. Представляете, это дар такой. Мне он не нравится, я скажу честно. Так. Скрыть прямые эфиры. Чего считается появление инициативы со стороны девушки при начальном этапе общения? Нет, я всегда говорю то, что в этом ничего такого нет. Парни, они же более закомплексованные. Они не уверены в себе, особенно когда девушка вау. Это даже когда не вау, если она просто в себе уверенная, прет как танк. Мужчины такие, девушки, часто боятся. Они боятся... Мужчины боятся почему-то быть отвергнутыми. Это так странно. Мне пофиг. Я честно вам скажу. Что значит быть отвергнутой? Ну нет, так нет. Людей, у которых есть некие комплексы, они думают, что если они первые позвонят, там на них не возьмут трубку. О боже, он будет обо мне думать. Да насрать, что тебе кто думает. Но я говорю, у меня вот ситуации есть такие, что я... Ну я, видимо, понимаю, что мне это не надо. Маэстро вставник говорит, ты просто понимаешь... Ну, насчет вот этой ситуации, что я поняла, что я влюбилась. Она говорит, ты просто понимаешь, что тебе этот человек не нужен. Потому что когда тебе кто-то нужен, ну мне пофиг. Я могу и 10 раз написать, если на меня обиделся парень, и сказать, оу-оу, ку-ку, приехали. Я здесь. Давай мириться, зайка. Вообще все равно. Я всегда делаю то, что я хочу. Это правильно. Мы должны быть сильно зависимы. Влюбилась бабой. Я не могу без него жить. Что лучше, когда тебя бросают, или когда ты... Я думаю, что лучше, когда мужчина думает, что, наверное, он от вас ушел. Так ему легче жить. Да. Я так делала, и это всегда приятно. А потом они возвращаются к вам в итоге, и ты говоришь ему, слушай, ну как бы ты принял решение. Они еще чувствуют себя в этот момент виноватыми. Я, если хочу расстаться, у меня начинает включаться не очень хороший характер, и я делаю максимально правильно, чтобы мы подошли к этому разговору. Я могу сказать, что я уже... Были ситуации, когда мужчины думают, что они реально со мной расстались, но я уже встречалась с другими, и как бы... Они этого не знают, но... Зачем мне их обижать? Ку-ку, да? Я так могу написать ку-ку, что ты мне не отвечаешь. Господи. О, это прикреплено? Отмесите. Я хотела... Заклеить. Привитики. Про закреп. Да я увидела. Это, наверное, знаете, был намек, что заткнись уже. Открепи это сообщение. Да открепила я сообщение. Господи, да что же вы уже тут... Ой, привет. Все пришли тут, кто меня знает. Так. Изменял свой мужчина. В начале эфира мы говорили. Слушайте, то, что я делала в 20 лет, совершила какие-то неправильные поступки, это... Неправильно. Здравствуйте. Я вас не... Подождите. Я хотела вас скрыть и получилось, что я закрепила. Так. Ты охуенная. Спасибо. Чем лучше самооценка, тем легче пережить, расставать. Да вообще надо ко всему относиться легко, но я плачу там два дня. Два дня стабильно мне... Я привыкаю к людям, привязываюсь, и я вообще вкладываю чувства, эмоции в общение с человеком. Я мало с кем общаюсь, я мало общаюсь с мужчинами, хотя они думают, почему-то, что много. Но я вкладываю... У меня нет такого, что я общаюсь с кем-то на отвали. Если я общаюсь с людьми, мне потом даже тяжело с ними прервать просто общение, так как я очень привязываюсь. как выйти из токсичных отношений. Ой, я читала, писала, слушала много всего интересного. Мне просто две ситуации дали понять, что когда со мной разговаривают на матах и меня не поддерживают, унижают, что это как бы... Ну это вообще, что меня здесь держат. Тяжеловато было? Нет. Я... Знаете, если у вас есть какой-то момент, перематывайте его постоянно. И я просто... У меня было сообщение, которое я слушала, и мне аж плохо становилось. У меня аж мурашки были по телу. И я знала, что все, никогда не вернусь. Привет, Лиза. Это было твое подсознание, поэтому тебе приснился сом, подсознание, только оно. От кого букет-то? От прекрасного молодого человека. Как же я рос? Ладос и Мирос. Совсем вот такую харизму. Ладос и Мирос мне тоже очень нравится. Да, но я его давно, кстати, не смотрела. Когда продуктами обливаются, к батлам, как я... Вот. Лиза, ты почему-то уже смотрю с 500 человек, это норм рожать в бассейне? Я не знаю. Не знаю, я не смотрю ни за кем. Батлам. Я отношусь... Мне нравится, например, пара Ира и Ара, я больше ничьи батлы я не смотрела и смотреть не собираюсь. У них это смотрится как-то гармонично и прикольно, но они вообще прикольные. Они друг друга дополняют, они клевые. Вот. Посмотреть кого-то... Ну, не знаю, для некоторых, мне кажется, это... Странно. Мне предлагали как бы участвовать в батлах, но я сказала, говорю, ну, нет, ну, я не буду брить бровь. Да, я могу выйти голой на улицу, я могу набить себе татуировку хоть на лбу. Например, отрезать свои волосы, сбрить брови. Ну, как-то нет. Я девушка, я не хочу этого делать. Зачем мне это? Нет, нет. Ну, я бы не стала. А есть люди, которым это идет, понимаете? Ну, прикольно смотреть. Я думаю, что вот с кем они делали батлы, тоже все прикольные ребята. с Ваней, Ваня классный, да, да, они растут. Ну, слушайте, я, во-первых, как ты деньги зарабатываешь? Сейчас, в данный момент, пока у меня не было рекламы, я не работала. Долгое время потом у меня прошли курсы, и вот благодаря тому, что я работала, я, в принципе, спасибо могу Алексею сказать за то, что в какой-то момент я действительно откладывала деньги. Но нужно работать всегда. У меня нет такого, что я не работаю, поэтому я запустила сразу курс, я начала отшивать свою коллекцию. Я сейчас завишу полностью от себя, но могу сказать, что у меня был период, когда у меня были прекрасные отношения. И когда я была в браке, мне нравится быть за мужчиной, однозначно мне нравится быть за мужчиной. Когда я вот заработала реально первый раз много денег, я сначала думала, вау, круто, потом вот, о чем вообще мой курс, потом я почувствовала истощение. Не нужно думать только о деньгах, конечно, чтобы заработать, побольше заработать. Чем ты больше зарабатываешь, у тебя больше расходы, и потом ты смотришь на деньги, и уже некоторые суммы кажутся тебе. Ты думаешь, как ты раньше мог жить, например, не будем говорить, на одну сумму, а сейчас на другую сумму. Все растет, растет. Это не женская забота, деньги, это энергия, пускай относится к мужчинам. Девушка должна чем-то заниматься, увлекаться, ее должна радовать, ее работа, но не в ущерб себе, не терять себе, потому что мужчина должен приходить, он должен чувствовать от вас тепло, эту женскую энергию, чтобы вы не были нервно дерганная, что вот у меня сейчас там такое случилось на работе. Нет, это никому не нужно. Тем более мужчина, который нормально зарабатывает, и он захочет своей женщине дать покой, ну и от нее покой, чтобы он приходил домой, дома было все хорошо. Мужчина или с мужчиной? Я хочу быть с мужчиной и за мужчиной, за ним стоять. Я считаю, что я общаюсь с сильными мужчинами, в моей жизни были сильные мужчины, и для меня, например, не вообще, я с кайфом буду мыть ноги своему мужу, когда он будет приходить с работы. В лепестках роз, целовать потом его. Это круто. Когда сильный мужчина и сильная женщина, она перед ним может встать на колени, преклонить свою голову. Это охрененно, когда люди находят друг друга. Вот не хочется таких отношений. Тебя подруги ревновали своим мужчинам? Подруги нет, ну, были ситуации, когда ревновали, но меня, ну, ревновали, да. А, да, ревновали. Бывало. Я не знаю, почему так. Просто я веселая, и некоторые парни со мной общаются на д-волне. И я как свой парень. Максимально, как такая пацанка, бываю. И все. Золотые слова. Лиза, слишком романтический подход к отношениям. У меня отличный подход к отношениям, так как я человек отношения, я с 14 лет, сука, в этих отношениях. Мне есть чем сравнивать. заставлять не нужно. Если человек хочет сделать, он сделает. Все вы такие вначале. Ну, у вас, видимо, были плохие отношения. Я, кстати, не выношу мозг своим мужчинам. Я не ругаюсь, я не кричу. У меня большой плюс не обзываться, не кричать. Вот мы 7 лет прожили. У меня дочь услышала, как знакомые ругались мужиной. Она подошла мне и сказала, говорит, мама, а что люди так могут ругаться? Это было очень приятно. Я поняла, что я сделала правильный вывод, что я ушла от своего первого мужа и прожила со вторым мужем. Как-то два раза мы поругались, она слышала ночью, и она потом рассказала мне. Ну, чтобы у нас, у нас не было никогда криков, скандалов. Люди умеют разговаривать, и я считаю, что это неуважительно, это уже все конец отношениям, если вы орете друг на друга. Устрет половины года, не знакомлюсь, не подпускаю для отношений, привыкла быть одной или психологическая травма. Зайка моя, ну... Вот как мы, да, мы говорим травма. Смотрите, травма может быть всего. Вот, например, если взять тело, да, но все возможно излечить. Главное работать над собой. Если у вас есть желание, вы считаете, что, ну, как бы, с половинкой как-то попроще, да, получше, но не всем. Есть люди, которые одиночки, и им нравится быть в своем одиночестве, и я не могу сказать, что я против этого. Я другая, мне хочется отношений, я правда люблю готовить, мне нравится, мне нравилось семь лет жить человеком, мне нравилась стабильность. все зависит от мужчины, мы такие разные с мужчиной, может, вы не встретили того еще мужчину, и вы готовите себя для серьезных, шикарных, романтических отношений. Фриртует, пишет и звонит после работы, но это чего больше не доводит, боится, как будто, какова его цель. Ну, может быть, он больше и не хочет, нам иногда кажется, что мужчины от нас хотят больше, да, или мужчинам кажется, что женщины хотят больше, а на самом деле мы все люди, мы любим иногда поиграться, и тем более, если он женат, ему приятно чувствовать себя мужчиной, и что на него ведутся женщины. Мой папа всю жизнь флиртовал со всеми бабами, куда бы мы ни выходили, и если вы что-то понимали, я имела в виду не просто бабы, а бабушки, со всем женским полом. У меня папа такой со всем, всем бабушкам он ответит комплименты в магазине и назовет их девушками. Я вам насколько говорила, что слова — это большая сила, и мой папа их делал счастливыми в этот момент, и мне нравятся харизматичные мужчины, мне нравятся мужчины, которые отпускают комплименты, я в этом ничего такого не вижу, это наоборот прекрасно, и поэтому я сама люблю делать комплименты, я когда прихожу куда-нибудь, вот я ходила в больницу или куда-то, я всегда желаю всем хорошего дня, могу сказать, вау, какая вы красивая женщина, или какой у вас красивый халат, или что-то, это круто. Когда вот мужчины могут сделать настроение, и на работе, если даже женатый мужчина вам скажет, что вы прекрасно выглядите, что вы очень сексуальная, красивая, вы же себя чувствуете по-другому. Слова — это большая сила, словами можно обидеть сильно, да, но вы не обижайтесь, мы в начале эфира говорили, что обижаться не стоит, люди хотят причинить боль словами, вот, ну и словами можно сделать целый день прекрасно. По поводу кого я не успела прочитать, Юлия Началова. Я не поняла, что про Юлию Началова, можно еще раз написать? Я запистила. Я не считаю, что настоящий мужчина должна побывать в армии. Мужчины, мнение всех мужчина не может слушать. Когда были 42, специально ущемляли себя в еде, как питались? Нет, это на нервной почве я похудела. Так, на нервной почве. Так, я очень хотела бы встретить мужчину, с которым будет спокойно и хорошо, но почему-то не знакомлюсь. Напишите мне в директ, ладно? всем подряд дарит комплименты. Слова — это большая сила. И, конечно же, приятнее, правда, зайти, когда мы с вами разговариваем, и я вам там, не знаю, вы меня заряжаете на целый день. Мне вчера написала, у меня есть женщина-подписчица, ей 70 лет. Понимаете, когда мне пишут мои ровесницы или девчонки, это мне приятно, когда 16-летние девчонки мне пишут. Иногда я задумываю, что мои шутки бывают очень скромные. Но когда мне написала женщина 70 лет, огромное сообщение, и она мне постоянно пишет, да, и что она меня поддерживает, какого человека она во мне видит, что вообще она видит во мне человека, вот именно аниме, фотографии, все равно она меня, да, она меня, конечно, увидела на телевизоре. Я в такие моменты пускаю слезу счастья, потому что это действительно круто, потому что ей 70 лет, она прошла жизнь, понимаете? и от этого человека это втройне, в четверне слушать приятные вещи, комплименты. Вот у меня вчера день был прекрасный. Два месяца назад. А что было два месяца назад? Я два месяца почти назад не вела эфиры, потому что я была на Бали. на нервной почве. У меня волосы не упадали, кстати, на нервной почве. Я не знаю, закохну, ничего. Два мальчишек, отношения с мужем стали хуже и хуже. Немного решится утихать. Есть причины вроде, подскажи, как лучше же решиться. Мы долго решаемся, женщины. Мы можем годами решаться. И мужчины нас не слышат, когда мы говорим, что мы хотим уйти. Тоже так, знаете, прям вот я всё прочувствую. Аж слезу пусть хочется. Так иногда обидно, что они не слышат нас. И ты вот год ходишь, говоришь, говоришь, а потом уходишь. Вам нужно взвесить. Вы начинали? Мне кажется, самое лучшее — это начать изменение себя, и, может, ваши отношения изменятся всё-таки. Быть мудрее, умнее. Потому что, когда поменяется мир вокруг вас, поменяется ваша жизнь. И жизнь с мужем тоже, поверьте. И, может, муж начнёт от вас что-то черпать. Не обязательно сразу уходить. Я, например, менялась. Ну, не помогло. Но когда уже совсем всё не помогает, то, конечно же, нужно уходить. Зачем учить себя, детей? Дети должны максимально видеть свою маму счастливой, так как вы вы делаете погоду в доме. Лариса Долина бы сейчас заиграла. Поэтому вы должны быть максимально счастливой. Дети чувствуют. Мама для нас — это целый мир. Так. Я не хочу дальше говорить без этого. Так. Уважаю, твой эфир, спасибо большое. Это очень хорошо. Спасибо. Ребята, Анна, не давала никому ребенка, ставьте вопросы. Да. Сходит, кушает вроде много, и всё. Насчёт веса набрать. Я не буду вам давать советы. Теперь не боишься чужую критику открытой доброй. Что тебя любят? Мужчины как к этому относятся? Ну, я на языке любви, как он говорил. Слушайте, мне кажется, у меня много тогда языков в любви. Я вроде бы и тактил, и я люблю что-то делать, наверное, радовать своих. Но это не всем мужчинам хочется. Это, знаете, как вот ты мне не готовила еду. Блядь, я работала 24 на 7 больше, чем ты. Как бы, знаешь, как бы странно, да? И когда могла, тогда и готовила. Хотя все запомнили мои готовки именно в моём последнем браке. И я много работала, и в 12 ночи приезжала. И человек, понимаете, запоминает то, что он хочет запоминать. Но вот, например, в других отношениях мне хотелось готовить, но и дома вот я была. А человек мне говорил, а зачем? Не надо, что ты. Что ты? Куча ресторанов. Зачем? Чтобы максимально мне было комфортно. Очень круто, когда мужчина заботится о женщине, да. И когда ты уже побывал в таких отношениях, и мой вот второй брак 7 лет, других не хочется отношений никаких. Так, мы вообще начали про что-то, и я... Скажи дату рождения, расскажу, что значит твои цифры. 23.01.1989 год. Если мужчина собирается делать предложение, а потом резко говорит, что не нагулялся. Если ты согласна, то может через пару лет начать встречаться опять. Как быть? Никита, это вы так сказали? Извините, я прочитала, а потом увидела, что это парень написал. Никита. Или девушка пишет страниц парня. В смысле через пару лет начать встречаться? Ну, бывает, что люди сомневаются. Это ответственный шаг для мужчины. Это не факт, что он передумал, он может передумать еще раз. У мужчин такое бывает, и у нас такое бывает, что он сейчас вот скажет, у меня было то, что мне говорили, делали предложение, и я... А когда ты после развода, я встала в ступор и сказала, ну, нет, не что, я только вот как бы... Нет, а я еще и не развелась, кстати, да, не забывайте, что я еще не разведена. И... Я убежала. Я как бы сказала, что нет, я не готова. Это все так серьезно. Сейчас я серьезно к этому отнесусь, не будет, как раньше. О, влюбились, нам классно вместе, вау, супер. Улетели, поженимся, да, поженимся. А детей с телом, детей с телом. Но нет. Я сейчас не... Нет такого, что если я общаюсь с кем-то, да, и надеваю маску, я говорю сразу все, как есть даже то, что человеку не понравится услышать. Человек должен понимать, что либо он меня принимает такую, какая есть, а вот без этих масок пусси-муси я замолчу, а потом вот подожду, а скажу потом... надо говорить все прямо, как есть. Да, и если человек твой, он будет с тобой, если нет, ну и не надо. Зачем друг другу мозги пудрить? Господи, Лицкий, наверное, ты не отвечаешь. Так, парень ухаживает. Отвечу, конечно, мне он, если мне просто хочется поговорить с кем-нибудь, мне он нравится, мне он не нравится, никак боюсь остаться одна. Мне уже 35 ребенок, может, надо через силу с ним отношения завести. Ни в коем случае. В смысле, мне уже 35. В смысле? Мне нельзя материться, но я можно матюкнусь? Нельзя материться, это мужская энергия, Лиза. Но я хочу сказать, я не обожаю. Я не могу выразить просто свои эмоции. В смысле? Нельзя. И вообще, что вы сейчас сказали? 35 лет, какой, какой, это прекрасный возраст. Я уверена, что через 35 я не буду так думать. Мне когда говорят про мой возраст, мне кажется, что, мне 31, и что? Я себя чувствую шикарно. Я не считаю, что живут по паспорту в штампе. Я выгляжу хорошо, молодо. Я, в принципе, не зануда. И в смысле, жить с кем-то насильно. Ни в коем случае. Ни разу. Не надо. Он будет тебя раздражать. Ты будешь несчастливая. Зачем тебе это нужно? Ты встретишь в смысле боязнь остаться одной. Девочки, вы что вообще? Я думала тоже, что нужно все время быть с кем-то. И была поэтому замужем. Сейчас я понимаю и ценю свою свободу. И мой выбор уже будет настолько абсолютно другой. И не такой, как был. Я ничего не боюсь. И вам советую тоже ничего не бояться. 35 лет. Вы себя... Вы что, хотите несчастной быть? И чтобы ваш ребенок был несчастным? Не надо жить никогда с тем, кого вы не любите, кто вам не симпатичен. Я там за партнерские отношения. Да, но когда партнерские отношения, люди как-то, ну, все равно у них же есть симпатия. Если нет симпатии, что вы говорите? Господи, ни в коем случае, ни в коем случае. Что значит боюсь остаться одна? В смысле, я танцую как мужик? Я не поняла. Я танцую как мужик, вы слышали? Нашла любовь и счастлива. Ну, конечно. Пару страстных ночей, да. Мне 31 подумала, что надо заводить семью. Господи, я вообще не об этом думала. Да у нас такие интересные истории, какие мистические истории. Господи, да скоро эфир закончится, да? Ходила к гадалкам, да я сама могу вам раскинуть на картишках. У меня есть картишки. На себя не могу смотреть. Ну, я смотрю иногда, если мне что-то надо. Не на себя, конечно же. Но этого делать нельзя. Ну, я им давно не пользовалась. Но мне нравится, что я вижу всегда и все у правда. Да, мне нравится, Карина Пинчик рассказывает истории, да? Она веселая. Ее что, заводят? Ну, да. Ну, просто неправильно сказали. Ты помогаешь перенести расставание. 25, 2 детей. Думаю, что все. Я нахрен никому не нужна буду. Хватит, девочки. Если вы будете так думать, вы нахрен будете нужны только ложкам педальным. Мы так не думаем. Мы так не думаем. Мы самые прекрасные. Вы понимаете, что женщина, это Бог создал нас просто, вот посмотрите на природу, какая она красивая, и на нас, какие мы красивы, сексуальны. Каждое утро подходить к себе и говорить, я самая замечательная, самая лучшая. И развивать в себе это, девочки, не что, 25 лет? Где мои, сука, 25 лет? Где мои мозги в 25 лет? Не, на себя любить я всегда любила. Это спасибо моим родителям. И я же говорю, с детства я была таким сладким ребенком, что меня обожали все, и, наверное, это... Вот я выросла. Хотя у меня с родителями как раз-таки невротические отношения были. Выросла в любви, что меня вот сюда везде обожали. Я против того, чтобы каждая из вас так думала. Мы будем над этим работать. Понятно? И я... И вы будете все счастливы. Не надо встречаться с говнюками, с гондурасами, только потому что... Я вам могу сказать, что если вы думаете, что когда я долго одна, мне хочется влюбиться, я могу тоже гондоном влюбиться. Честно. Извините, парни, что я так скажу, но ладно. Человек, который ко мне не подходит, вообще там просто полный... Не моя... Это я уже что-то разговаривалась. Не моя... Короче. Я иногда придумываю влюбленность. Я это рассказывала еще и на проекте. Мне очень легко придумать влюбленность. Мне просто хочется побыть в этих чувствах. И мне недельки хватает побыть в этих чувствах. Восемь дней, по-моему, или семь дней мы считались подружками. И все. Но сейчас я по-другому думаю. Я, видите, много над собой работаю, и мне, наоборот, не хочется. Я... Не вижу теперь во всех там все самое хорошее. Да и вообще ни хрена я сейчас пока не вижу ни в коем. Ничего. Есть твой человек, а есть не твой человек. Вот и все. Да, допишите. В 25 я себя чувствую у ребенка. Мне 31, я себя чувствую девочкой. И я благодарна, что в моей жизни есть мои друзья-мужчины, которые мне дают себя чувствовать девочкой, с которой я могу расслабиться. Я знаю, что у меня есть надежное плечо, что у меня есть парни-друзья, которые меня всегда поддерживают. Я как бы к ним, конечно, не обращаюсь, но я знаю, что они меня не оставят, например, что они меня любят, что они действительно мои настоящие друзья. Вот. Я вообще считаю... Мне нравится быть девочкой маленькой. Иногда мне прям нравится, когда со мной вот сюсюкаются. Ты так мила. Не хочу взрослеть. Нет, ну, конечно, в каких-то моментах я... Мама, мама, хозяйка в доме. Я больше скажу, мне 32. Блин, все, кто пишет, кстати, про свой возраст, охренительно выглядят. В Доминикане была? Была. Не пойду, мне 25. Мне нравится. Где моя подписчица, которая 70? Она бы сейчас вам ответила сразу бы всем, девчонки. В смысле? В 25 я думаю, что я останусь одна. Обычно с родителями сюсюкаются. Ух, ну, нет. Ну, нет. Как с родителями сюсюкаются? Не знаю. Я не сюсюкаюсь со своими родителями. Моё сердце свободно. Моё сердце свободно в плане любви. Меня нет, но у меня есть симпатия. Ну, нет, да, есть симпатия. Слушайте, мне скоро понравится шахранник во дворе. Сколько я тут сижу дома. Я в себя чувствую девочкой. Меня, мой любимый, называют девочкой моей только так. Мне 30, души 20 где-то. Да я вообще не... Да что за бред? Я вообще с своей мамой и папой, они для меня просто охренительные молодые ребята. И моя мамочка даст фору любым там 30-летним девушкам. Нет, у меня не карта Таро. У меня обычная карта. Но я чётко всё вижу. Симпатия взаимная, конечно, взаимная. Да я больше скажу, мне, может быть, и не один парень симпатичен. Слушайте, взаимная симпатия, но... Это же просто общение. Это просто общение, это просто симпатия. И тут уже победит сильнейший. Как говорит моя мама, если тебе нравится несколько парней, то тебе не нравится никто. Я не цепляю парней. Слушайте, ну как бы, знаете, я так скажу. Вот если вы не проходили у меня мой курс и по бывшим, по отвязке бывших, то вообще очень много объявилось людей, даже с кем я встречалась там 5-6 лет назад. Честно, о которых я даже уже не помнила. Вот. Многим девчонкам как раз-таки позвонили бывшие. Слушайте, бывшие, они на то и бывшие, чтобы некоторые бывшие могут присылать цветы, и в этом ничего такого нет. Когда ты общаешься приятно и нормально с людьми, то вы понимаете, что вы у них всегда... Блин, я же у них всегда в воспоминаниях, поэтому они меня всегда вспоминают. Это так круто! И так они ко мне хорошо относятся. Представляете, вот ты, например, встречалась 2-3 года назад, да, с парнем, и он на протяжении всё равно... Вот это я развелась, когда я там была замужем, конечно, мне не писали там мои бывшие. Когда я развелась, многие появились, и многие мне там могут сделать подарок на день рождения, что-то ещё. Это люди обо мне помнят. Это вот насколько, значит, я... Охренеть, прекрасная девушка! Я вообще в шоке! Вы представляете? Ты как считаешь, что с парнем делать, который... В смысле, нагуляется? Да иногда нужно подумать, уйти. Главное — не написывать, не названивать. Они очень долго думают. Они сами приходят всегда. Так. Большая ошибка, что мы поначалу названиваем, но их большая ошибка, что мы всё поназваниваем, выплакаем, и потом нахер они нам не нужны. А они через время понимают, что надо к Люфке вернуться моей, я её люблю. А ты же говоришь, ну, чувак, извини, как бы... Да? Ну, как бы твоё место уже заняли. Нечего хлебалом щёлкать, мальчики. Ты не про себя говорила, а обобщила, чтобы услышать чёткий этот, потому что есть многие, которые так думают. Что вообще такое? А на сколько предсказывают в ближайшее время? Ну, недели, две, три. Доброй ночи. Доброй. Сейчас отключусь. Как считаешь, отношения с женатом — это ужасно? Девочки, я никогда не считаю, что что-то ужасно. Я даже не считаю, что если люди, извините... Нет, давайте другой пример приведу, почему у меня всегда всё пошло в пример. Короче, ладно, я не буду вам приводить пример. Я никогда не считаю, что что-то ужасно. Я... В своей жизни были разные поступки и были разные... Много всего разного было. Ещё будет, я уверена. Как бы, знаете, я неидеальная. Как и мы все неидеальные, поэтому я не могу сказать, что что-то ужасно. Я могу сказать, что ужасно. Педофилия — ужасно. Убить человека — ужасно. Обижать, бить людей — ужасно. Не ужасно, это плохо, это неправильно. Но даже бывают люди, которых, извините, отклонение. И в вашей семье может быть такой человек, у которого отклонение, его нужно лечить. Короче, я не ставлю клеймо и никогда не говорю, что ужасно или не ужасно. Спим поздно. Да. Сегодня, что я поздно вышла, но мне так хотелось... Мне так хотелось поговорить с вами на такие приятные темы, господи, потому что вот эти... Ну, я уже говорила. Ну, да. И никто не написал без этого фильтра, что у меня шлепок большой. Надо без фильтра, тебе шла выходить. Но тот фильтр всё равно красивый. Он делает лицо таким худеньким. Так. Проституция. Мне чем зарабатывают другие женщины, абсолютно неважно. Я не осуждаю таких девушек. Мне абсолютно всё равно, кто чем занимается. Этот человек вас никак не обижает и вас не трогает, поэтому я не понимаю, как вас вообще может это касаться. Очень приятно было тебя услышать. Мне тоже вас было очень приятно услышать. Я понимаю, что сейчас эфир выключится, да, уже. Моя близкая подруга. Хотя какая подруга? Просто знакомая. Просто шалава. Сама видела. Так орала. Красивый парень. Но мне кажется, я не дотягиваю до них, хотя я слежу за собой. Так. Ну, это уже да. Вы знаете, на тетапрактиках вообще, на тетасессиях очень разбирается много всего интересного. как раз-таки вот эти проблемы. За этим нужно работать. Почему? Вот знаете, как есть некоторые? Я гордая. Да кому нахер нужна твоя гордая? Я же говорю, как обиды. Кому это нафиг надо? Вот со стороны посмотрите на... Вот и для вас. У вас есть по-любому с такими уверенные в себе люди. Вот. Они делают то, что они хотят. Для них приоритеты, а они, их желания, их мысли. Это круто. А кому нахер нужна эта гордость? И что? Я гордая. Ну, как бы у тебя комплекс, и ты не гордая. Вот. Поэтому нужно работать над собой и раскрепощать себя. Раскрепощать, конечно же. Короче, будете... Что такое шлепок? Короче, приходите на курсы. Это после майских праздников. Красивый парень. Кому... Слушайте, мне нравятся красивые люди. Но мне не нравятся красивые парни. Мне больше нравятся харизматичные мужчины. Заботливые. Нет, я на внешность вообще не смотрю. Конечно, мне не страшно, чтобы... Но все-таки... Подача для меня. Подача. Какие же бывают прекрасные мужчины, девочки. Ты масло наносишь так? Ну, прошло уже в третий месяц идет. Я уже сняла столько волос. Я бы вам показала. Но не хочу парня, чтобы они в шоке были. Я уже вот столько сняла волос. У меня здесь вообще снизу нет волос. Что за курсы? Ой, у нас курсы по наполнению женской энергии, медитации. Вот. И сейчас мы... Ой, это, конечно, все. Я сейчас разрабатываю новый макет, новый сайт. У нас будет девочка. У меня вот прекрасная напарница была. Была и есть, я имею в виду, на этом курсе. Вот, Юля. Юля на Таро смотрит. У нее крутые карты. Тоже как психолог работает. У нас курсы по женской энергии, по наполнению женской энергии, сексуальности. Следующий курс у нас по отвязке. Вспоминаю, какие курсы сейчас. У нас уже график. Ой, намечен. Девочки, Вер, конечно. Перезайди. Слушайте, ну я что-то подустала, мне кажется. Раскрепощаться на сколько. Я согласна, что мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. Я люблю сильных, уверенных. И, в принципе, и щедрых мужчин. Жадный мужчина, это вообще не про меня. Я не буду с таким мужчиной. Я попробовала, не получилось. Люблю тебя, я вас тоже. Греция, привет. Гречанка, которая не была в Греции. Я так хотела в том году поехать. У меня просто подружки такие. Никто со мной никуда не летел. Я вообще каждые выходные летала бы в Европу. Я считаю, лучше те деньги, которые я трачу. Вот мы ходили там по ресторанам, ходим, тусуемся. А если алкоголь еще присутствовал. Я на Патриках столько денег оставляла. Ну, я лучше куда-нибудь слетаю. Ну, вот как-то не нашла я для себя человека, кто со мной бы летал. Но обязательно найду. У нас не про личную жизнь. Вот именно, что наша курс, личная жизнь, причем здесь личная жизнь, и знать вообще, откуда брать энергию. Медитация, дыхательные практики. Вот. Это все делает, наоборот, более вас спокойной и отдохнувшей. Это про то, что я говорила, истощение на работе, истощение в семье. Как успокоиться быстро, как прийти в себя быстро. Мужчина ко мне собрался. Ну, я как-то не пускаю к себе мужчин. Сорямба. Что значит мужчина к тебе собрался? Вот я сейчас могу говорить, что значит мужчина ко мне собрался. сейчас, знаете, сколько мужчин хочет взять и приехать? А коронавирус? А коронавирус разбивает наши сердца. Ну, прикольно. Лиза, моя мечта тебя видеть на доме 2. Это плохая мечта. Вы желаете мне не лучшего. Вы хотите меня там видеть, но вы же понимаете, что у меня там не будет отношений. Да? Без уколов выглядеть как вы хотите. Без уколов можно выглядеть хорошо, если у вас хорошие данные. А с уколами можно выглядеть... Некоторые выглядят лучше, чем они были. Вот, например, я всегда удивляюсь. Есть девочки, которые были до, например, ну, не очень, но с уколами их сделали супер. А, например, что, с какими уколами? Если я была красивая девушка, я и есть красивая девушка. Вот. И в меня никогда в жизни мне косметолог не говорил, что мне вообще что надо делать. У меня даже губу верхнюю 2 года отказывалось моей сестры и мамы-косметолог колоть. И мне косметологи всегда говорят, что отвали, не надо тебе ничего. Потому что уже всё своё есть. Поэтому, если, например, у вас есть какие-то, конечно же, ну, там, недостатки во внешности, которые вам не нравятся, то да, вы, наверное, можете что-то подкорректировать. А девушки, которые, в принципе, красивые, ну, им всего лишь нужно чуть-чуть. Коронавирус, да. Ой, вот этот профиль, вот то, что там было последние 2 месяца, когда я была полгода без секса, мне, видимо, знаете, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот и фотки были такие. У меня не было секса, но фотки такие у меня разратные. У тебя был вообще секс? Сейчас профиль будет меняться, девчонки. Ну, будет, конечно, секс. Я люблю секс, я люблю своё тело, я люблю свои сисечки, я люблю свою теперь уже попочку такую вкусненькую, свои широкие бёдра. Обожаю. Вот, и, конечно, будет всегда в моём профиле секс, капелька секса, потому что без капельки секса это не Лиза Трианда Фиди. Да у меня такие родители, они сами у меня, знаете, ходячие, секс-огонь, всегда были в молодости, такие красивые, модные, стильные. От этого, конечно же, прививается и чувство вкуса, и мама с папой. О, боже, вы просто не представляете, как они одевались, какие они молодые, какие они красивые. Ну, как же. Насчет кожи высыпаний, мне вообще не говорят, что нихрена у меня нет, я прилетала, когда с Бали, сказали, что это из-за перемены климата. Да нет, у меня просто нет таких высыпаний. Ну, мне кажется, что это высыпания. То, что я сделала, у меня ничего не было, как он сказал, 200-300 грамм, ну, если вы почитаете в интернете, это всё рассасывается. У меня есть моя жопа, которую я отожрала, сколько килограмм, девочки, 10. С обычного веса, а с 42, так, 15 килограмм. Я не отбеливаю зубы уже 7 лет. Ну, хочу отбелить. Не надо, пожалуйста, писать кересь какую-то. И что, вот вы приедете, ну, как бы, и обратно вы едете. Это вот так, вы знаете, вот такие все крутые здесь в инстаграме сидеть. Я приеду, звали из твоего охранника. Так, там вот тоже пальцем не сделаны, да? Было только что, мужчина навязывал комплексы. Конечно, мои мужья мне навязывали комплексы. Они меня принижали, навязывали мне комплексы и унижали меня. Ну, вот первые мужи, последние пытались навязать какие-то комплексы, да. Ну, я бы не сказала, что Леша, вот первый, да, после родов, он меня, конечно, прям жестко говорил, что, типа, я уже не такая, как раньше. И, конечно, у меня там грудь была пятого размера. И, конечно, он мне говорил, что уже такая классная. Свой ресторан? Нет, я не думала открыть свой ресторан. Ресторан-то дело такое. Ой, нет, это вообще не мое. Я люблю готовить. Я, может быть, открыла бы какую-нибудь пекарню правильного питания, чтобы не потолстеть. Кто любит сладенькое, правильные сладости. Небольшую. Вот такой бы я открыла. Мне нравится готовить. Так, нет. С такими мужьями не жаль расставаться. Ну, даже я же говорю, говорит о том, что человек... Мужчины чувствуют, когда женщина выше их, и им хочется ее подломать, потому что, как это я? Я же мужик, я сильнее, а ты вот такая. Ну, просто нужно молчать. У тебя перепад веса не сдал сбой. У меня, когда было более-менее, было, по-моему, четыре или пять... Почти полгода не было месячных. С комплексами как бороться? Нужно принимать себя, научиться принимать себя. Принимать все в себе, что даже не нравится. Принимать себя. Есть такое дело? Принятие. И проблем, и жизни, и все. И идти дальше вам будет легко. Я же говорю, никаких обид, ничего. Ваша жизнь должна наполняться вот светом. Светом счастья. Блин, она одна, она такая короткая, вы должны понять это. Принятие. Нет ничего. Вот почему я сижу с фильтром. Ну, сейчас я не сижу с фильтром. Но вот почему я захожу иногда с фильтром. Мне нравится то, что у меня худее лицо. Есть некое... Ну, я бы сказала, блин, господи, такое непринятие себя. Нет, я себя люблю. Но мне нравится видеть, что я знаю, что мое лицо, когда худею, я выгляжу в моих глазах лучше. Ну, я знаю, да, так же, что если мне прям пипец не нравился бы мой вес, поверьте мне, я бы перестала жрать вообще. А так как у меня, знаете, какое разделение? Мне нравится моя фигура сейчас, что я такая секси, прям шмекси. У меня классная задница, а у меня нет там живота. Все. Но мне, например, щечки не очень нравятся. И поэтому она с фильтром. А с фильтром ты такая... Девочки, я попросила одну девушку зайти и сказать, я не могу всем помогать. Извините, конечно, а я сейчас с вами здесь общаюсь. Я не могу всем это вот на одной девушке, потому что у нее действительно проблема. Там супруг умер, да, двое детей. Всем я не могу помочь. Для этого мы создали курсы. Приходите на курсы, где я общаюсь в прямом эфире с девчонками. Маргаев Дима? Нет, я не помню тебя. А должна? Я не могу ничего сказать про Валеру. Я к Валерии нормально отношусь. Мы всегда нормально общались с ним. Аня все-таки... В моей жизни не присутствовало год. Ну, как бы, видимо, в Валериной жизни она будет так же присутствовать, как в Лешиной и в моей присутствовало. Ничего не могу сказать. Так я не смотрю Дом-2, и мне не интересны чужие отношения, наверное. Если у людей есть любовь, дай бог. Нет любви, им нравится сейчас на проекте быть вместе, дай бог. Вот так скажу. Короче, всем должно быть охренительно и неважно, проектно и непроектно. Если людям сейчас в этот момент так удобно и комфортно, это самое главное. Вам должно быть в вашей жизни комфортно, охерительно. Мне не нравятся интриги и авантюры. И для меня люди, которым нравятся интриги и авантюры, у них немножечко не в порядке с головой. Это и есть, что я говорила, вот, ну, нездоровые люди. Мне нравятся спокойные отношения, нормальные. А это говорит о том, что вы больны. Дерее, если сошла бы спиртную палку когда-нибудь, ну, в школе, конечно. Как скорее забыть молодого человека? Мой лучший способ был всегда начать общаться с другим. Но с годами это не помогает. В молодости помогало. Да вообще, что за цикливаться? Да ну, я вообще как-то даже, не знаю. Я говорю, два дня поплакать, если вот действительно были отношения, прям отношения. А так мне кто-то даже нравился там, даже если долго встречались, но я даже не плачу, мне как-то очень пофиг. А вот прям когда там влюбленность, действительно, два дня поплакать. И все. Да пока-пока-пока, господи боже мой. Что? Я не скучаю по своим бывшим мужьям, у меня нет такого, говорю, для меня. Это просто вот мы прожили какую-то часть жизни на проекте, и все. Ну, я жила с одним семь лет, и я к нему отлично отношусь. Это замечательный человек, у него жена, к нему шикарно отношусь. Почему эфир не заканчивается, я не понимаю вообще, когда вышла сюда. Мне нравятся люди, которые следят за кем-то людей. У нас было тут и много людей, и мало людей, как бы, в час ночи. И людям уже надоели эфир, уже все сразу сказали. Когда много, когда мало. Это должно волновать, наверное, должно было бы волновать меня, но не вас явно. Опыт, опыт взросления. Я говорю, все ситуации, которые когда-то вас обидели. Я говорю, не надо, просто и произошло что-то. Да, больно, да, неприятно, но отпускайте это сразу. С этим жить, ну, сколько себе хуже делаете. Принимайте это, ведь это вас делает, ну, вас закаляет. Любая ситуация вас закаляет, и она вас ставит выше. Да, больно, да, травма, но есть же и плюсы из этой ситуации. Вы выявили однозначно. Покажи фигуру. Да. Покажу. Клин-клина вышибают всегда. Ну, не всегда, но бывает то, что люди встречались с одним, потом влюбились сразу с другого. Это круто. Такое тоже бывает. А есть, которые нападают и говорят, ты же любила только другого. Ну, и что? И что? Ну, могла влюбиться и в другого. А бывает, ты, сука, ходишь год, два, три, не влюбляешься ни в кого. И такое бывает. Тебя не вижу с малолеткой. Я себя тоже не вижу с малолеткой. Но не говори, мы же мы о возрасте же сказали. Человеку, может быть, 25, он будет, ну, даст фору некоторым сорокалетним. Тоже с мужчинами общаешься. Некоторые мужчины такие дети. А есть мужчины, конечно, классные. Я на восьмом месяце. Мужик иногда подъедает и съебывается, гуляет. Месте 11 лет. В данный момент такая ситуация. Как поступать? Интересно, твое мнение. Я не знаю. Вот вы рассказываете так, а ваш мужик, может быть, расскажет мне по-другому. Например, что вы постоянно ноете и вносите мозг. Вы 11 лет вместе. То, что мужчина хочет иногда побыть с друзьями и один. Не иногда. Вообще, я считаю, что у любого человека должно быть пространство свое. Поэтому это абсолютно нормально. И мужчина, скоро у вас будет еще ребенок. В этом нет ничего такого. Да никто не должен меняться. Я против. Что значит, если мужчины или женщины должны меняться? У нас эфир не скончает. Мне кажется, я зашла. Кто сказал? Я говорю, что в отношениях мы сами меняемся в какую-то сторону. Как-то где-то лучше. Если мужчина сильнее тебя, ты становишься девочка-девочка. Потому что тебе не нужно идти вперед, так как ты со слабой мужской особью. Но никто не меняется, понимаете? Нормальные люди совсем не меняются. Вот есть ты уже личность. Вот мне 31 год. Что я должна измениться? Я не буду меняться. Я не буду меняться. И все. Что значит измениться? Я шикарная, хорошая девушка. Да, бывали ситуации, когда мне говорят, что не нравится. И я в большинстве случаев расстаюсь именно из-за того, что мои фотографии не нравятся. Но это фотографии. Это всего лишь фотографии. Для меня это такая глупость. Поэтому для меня не по пути просто с такими людьми. И все. Просто перестать, да. Покажи фигуры. Я так ее много раз показывала. Сейчас вырубится уже эфир или нет? Эфиры сделали по два часа. И цели, да, в плане своих взглядов. Слушайте, до 5-6 лет у нас уже сформировалось это видение на эту жизнь, понимаете? На какие-то ситуации. Но, конечно же, мы работаем над собой. Я же тоже, извините, я год была одна, и я очень изменилась. Мне изменилась ситуация. Понятное дело, я работаю над собой, я хочу быть лучше. Есть я, которая я смотрю на себя, и я знаю, какая я хочу быть. Для себя, понимаете? Для себя. Я смотрю со стороны и знаю, что мне нужно корректировать. Какими нужно сильные стороны развивать, какие нужно наоборот. Особенно вот эмоциональность. Я с ней справляюсь тяжело, но эмоциональные люди меня поймут, что это тяжело. Но это для себя я делаю. А мужчина, к которому ты знакомишься, и у вас отношения начинаются, он тебя все-таки принимает, а какая ты есть. Привет, привет. Да, я была в Армении. Но вы все равно не меняетесь. Вы понимаете то, что человек может уйти в монастырь, но вы внутри — это вы. И я — это я. Кому больше всего испытываю жалость. В смысле? Жалость. Я испытываю не жалость. Я считаю, что нужно ставить памятникам женщинам, которые оставляют детей себе инвалидов. Не перестану это говорить. Инвалидов, даунов. Женщины, которые не сдают таких детей. Женщины, которые посвящают свою жизнь таким детям. Я преклоняюсь перед этими женщинами, перед их силой. То, что они свою жизнь отдают за детей, которые даже могут с ними не общаться. Это большая сила женщин. Такие женщины чаще бросают их в мужчины. И я не понимаю, почему государство не помогает таким женщинам. Вот для меня это всегда тема. Если бы давали нянь, и женщины могли бы дальше работать, да? И строить свою личную жизнь. Смотрите, как думаешь, что можно сделать в отношениях, чтобы не потерять страсть и интерес. Очень интересно. Моя золотая, ты 14 лет вместе, и у вас до сих пор есть страсть. Ты спрашиваешь, это когда вы уже 14 лет прожили? Я не жила 14 лет, но в моем браке за 7 лет мой мужчина меня всегда хотел и любил. Нужно всегда быть однозначно разным. Никогда не нужно быть мябли, растворяться в человеке. Мужчины очень тогда, знаете, свои ножки повесят вам на шею. Нужно всегда быть разным. Нужно быть и пусечкой, и мусечкой, и с характером. Чтобы все-таки понимал, что вас можно потерять. Даже через 14 лет. Когда вы боитесь друга потерять, ведь все знают, да, когда начинаются отношения, очень люди боятся ошибиться, что-то сделать не так, потому что боятся потерять друг друга. Это такая стадия крутая отношений. Нет, я не соскучилась по отношениям. Я никогда не делала аборт. Я против абортов. Я не знаю, у меня многие знакомые делали аборт. Я против для себя, против абортов. И когда стояла, меня привозили уже в больницу сделать аборт. Я ушла от больницы. Я не могу представить своей жизни, чтобы, например, нет ее. Ведь я была счастлива именно в тот момент, когда моя дочь жила, со мной родилась. И когда она родилась, когда я ее увидела, это же просто... Это что-то нереальное. Для женщины рождение своего ребенка. И для мужчины тоже, кстати. Все мужчины по-разному на этом. Нужно быть всегда сексуальной. Да нет, конечно, все приедается. Это то же самое, что каждый день есть. Не знаю, одни и те же пряники. Нужно добавлять что-то в этот пряник. Какой-нибудь начиночке. Однозначно. По-любому. И иногда, конечно же, почему-то есть люди, говорят, мы никогда не ругались. Я думаю, такие отношения — это зрелые отношения. А есть люди, которые за... Есть люди, которые даже разводились, и потом они вместе. У всех разные отношения, разная любовь. Ой, я не думаю, когда откроют границы, так как я не связана никак с людьми, которые их будут открывать. Я не понимаю, почему у нас не заканчивается эфир. Сейчас нет такого, что по часу эфира. Расскажите, пожалуйста, мне. Слушайте, я можно слушать бесконечно. Сама в ахер. Сама в шоке. Да, слушайте, да, такие темы интересные, так хочется поговорить. Ох, а не вот это выходить и читать, что, кто про меня говорит, или что я, как, где, почему. Дом-2. Я понимаю, что кто был на Дом-2, Дом-2 никогда не уйдёт от тебя. Никогда не уйдёт. Но вот сегодня мне звонили с Дома-2 дать интервью про Алексея. Я говорю, в смысле? Они говорят, он там что-то сказал. Я говорю, он про меня ничего не говорил. Говорю, вообще, что за чушь? Мне это неинтересно. Но они выкрутили даже для статьи, что было интереснее, что, типа, раз Лёша про меня не говорит, что у него какие-то шливые моменты были в жизни, то он меня опозорил или что-то такое. Такая грязь, такая чушь, высосанная из пальца. Слушайте, мы почти больше года не вместе. Если у человека появились отношения, я только рада за людей, которые действительно отпускают. Это круто, что он меня отпустил, и больше меня не парафинит в эфирах. Я счастлива, например. Если была бы возможность снять фильм, про что бы он был, он был бы про прекрасную женщину, которая в молодости наделала глупости всяких. Но благодаря этому она выросла, стала очень крутой. Игорь крутой. Игорь крутой. Не буду говорить, кем. И вот сидит она, вокруг него много женщин. Слушайте, картинка, это вообще не важно. Боишься лифтов? Нет. Просто шоу про мошенницу. Сильно ли я разочаровалась? Вы скажете, что я дура, но Марина всегда будет в моей памяти. И я в некой степени, я говорю, я здесь не люблю. Я тяжело расстаюсь с людьми. И я Марину люблю. И я с профессиональной точки зрения могу сказать, что Марина покалеченная психика с детства. И есть сомнения, что Марину могли заставлять это все делать. Из хорошей семьи не убегают и не начинают колоться в 13 лет, не проституцией заниматься. Есть травмы, однозначно травмы. Поэтому, когда налетели на Марину все в студии, я аж растерялась. Почему люди могут только налетать, кричать, обвинять, а не помочь и разобраться? Правда? Как познакомились с Астей? Мы познакомились на... Волос наращивали. А она познакомила меня с Мариной. Нет, мы не общаемся. У Асти отношения уже, но оно классное. Мы никогда особо так не общались. Нам было весело вместе. И вот в директе могли попереписываться. И если где-то увидимся на Москве, на каких-нибудь выступлениях, мероприятиях, мероприятиях, то, да, конечно, общаемся. Потому что она охренительная девчонка. Просто обалденная. Ну, я без ума в ее харизму, в ее общение. Она классная. Поэтому мы сразу, конечно, сошли с ней. Очень крутая, нереальная девушка. Обалденная просто. Восторг у нее. Шикарный характер. И это... Когда мы с ней познакомились, как раз она говорила про парней, что... И я очень рада, что она встретила свою любовь. Да. Поэтому такой бриллиантчик ждет. Я не пойму, что с прямым эфиром. Мы же сидим уже долго, да. Скажите, эфиры больше часа стали или что? Он закончится когда-нибудь? Это уже поздно, да. Слушайте, ну... Вот вчера мы готовили с вами. И мне эфир прям... Очень так много было негатива. Я не поняла. Они что, днем просыпаются? Давайте ночью готовить. Хотя ночью тогда то же самое будет. У меня поэтому какой-то был период, что я не хотела вести инстаграм и мало его вела, потому что я поняла, что мне вот, ну... Знаете, такое чувство, что я пришла и... Давайте расстреляйте меня. Люди хотят хайпа, люди хотят вот... Грязи, днища такого, знаете. Но я скажу, большинство людей, конечно, хороших. Однозначно. Ну, заходишь на некоторых людей аватарки, и девчонки сидят симпатичные, красивые, но они такие вопросы задают, и я думаю, блин, ну зачем вы это делаете? У вас же вроде есть муж, личная жизнь, дети. Что вам не хватает? Какой-то бяки? По два часа? Да ладно. Да, людям нравится трэш, когда все плохо. Я вот восстанавливать фотографии, половины не стала уже дальше. Там нужно менять везде тексты. Ох, не хочу даже... Господи. Амиго. Боже, как можно было назвать себя амиго? Ты, конечно, меня прости, я никогда не говорю. Но ты парень, и я тебе скажу. Амиго, блядь, меня точно никогда не привлечет. Порно смотришь? Да. Смотрю порно. Новороссийск, привет. У нас прекрасная природа, я задумалась о том, что я продаю свою квартиру, да, но я бы купила здесь землю и начала бы что-нибудь строить. Домик какой-нибудь небольшой, куда приезжать со своей семьей. Конечно, нет, я хочу на Балли домик больше. Но здесь тоже хорошо. Не хотела бы ты заниматься музыкой? Ну, я и музыка... Да, в детстве я хотела играть на пианино. Я и музыка, это, конечно, такое... Не, недавно у меня был приступ, что я хочу петь. Да нет, нифига себе. Мне кажется, эфир реально идет сколько, сколько по времени. Скажите, для меня кажется. У меня четвергая стекла. Во сколько начался эфир? Кто со мной тут сидит? Девчонки, вы долго со мной сидите? В десять? В одиннадцать? Он реально не заканчивается? Раньше по часу были, нет? Ты согласна с выражением, что все люди бисексуальны в какой-то степени? Да, абсолютно согласна, конечно. У меня был период в детстве, когда я выбирала, наверное, между мужчиной и женщиной. И я могу сказать, что мне даже порно смотрело. Лесбийская мне нравилась. И целовалась с девочками, и трогали. Мне нравились большие сиськи. Но это был такой период. Четырнадцать-шестнадцать, наверное. И после, конечно, меня к девочкам не тянет. Но вот когда долго у меня не было, с одной девочкой я общалась, и я на нее так посмотрела, вот как-то в моменте. И подумала, что, блин, даже папе своему сказал, пап, что со мной? Но такого нет, у меня, конечно, не было. Что сейчас визуализируешь? Слушай, я визуализирую, я не могу вам сказать, что я визуализирую. Оксаночка, скажите, когда начался мой эфир, пожалуйста. Неужели сделали эфиры по четыре часа? Да? Ну, пожалуйста, скажите, что я сижу уже два часа, и я выхожу от вас. У нас такой был ночной. Душевный эфир. Я поговорила с вами. Мне так хорошо. И такие темы приятные, да? По душам поговорили. Это так приятно, а не люди... Господи. Люди любят кусаться. Зачем кусаться? Живите, кайфуйте, наслаждайтесь. Слушайте. Лиза, нажми прямой эфир, там выйдет запись. Да ну нафиг. Обалдеть. Знаете, сколько мы сидим в эфире? А чего они сделали эфиры так раньше часа? Так с вами вечность можно просидеть до утра. 119 минут. Я сижу с вами два часа в эфире. Два. И у меня... Блин, отключены сообщения звуковые. Все сказано. Вами может быть использовано против вас. Главное, чтобы не против тебя. Лизочка, ты сделала зубы? А что мне нужно было сделать зубами? Можно узнать, пожалуйста. Я зашла сюда. Уже шел эфир. Да я же говорю. Вот сейчас будет сто... Сказали два часа. Вот сейчас посмотрим, выключится он на 120-й минуте. Или он пойдет дальше. Охренеть. Два часа. Я же не знала, что эфиры столько идут. Я думаю, что-то у меня уже подустало разговаривать. У меня, по-моему, язык болит. Сейчас посмотрим. Кто-то сказал, что два часа ровно. Я считаю, секунды осталось два-один. Нихрена, прикиньте. Теперь эфиры бесконечные. Представляете? Да, у нас два часа, мы это знаем. Вообще-то я это сказала. Обалдеть. Два часа, ребят. Все, извините, конечно. Это очень много. Зачем они так сделали? Так было час и час. Лучше бы сторис продлили. А не четыре-пять сторис. Раньше много было можно снимать. Погода так испортилась. Я хотела вам показать. Блин, как я снимаюсь. У нас такая природа красивая. Многие же не видели. Давайте, Саня, отключи сюда. Отключилась. Ну все, давайте. Баеньки все. До трех часов можно. А, ну типа давайте подождем до трех. Нет, спасибо. Ну мне так хотелось поговорить с вами. Спасибо вам за прекрасный вечер. За то, что... Вы такие все милые, хорошие. Никто не писал гадости. Никто не матерился. Короче, за теплоту и вашу любовь. Гродно, привет. Спокойной ночи. Кто не спал со мной? Люди, мне кажется... У меня сестра, например, ложится сейчас в 10-11. Я думаю, что многие так ложатся. Да. Баю, баюшки, баю. И девчонки, любите себя, пожалуйста. Утром встали все и сказали. Я самая красивая. Я самая любимая. Прям напишите себе свои плюсы. И перечитывайте их. Обязательно. Обязательно. Потому что не может быть, что у вас нет плюсов. У вас их очень, очень много. Да, спокойной ночи. Приезжай в Гродно. О, ребят. Беларусь для меня это дело такое. Хотя там Лешина классные друзья. Вот. Я их обожаю. Они прям вообще самые лучшие ребят на свете. Но Беларусь, я как-то вот к ней не очень. Так что всем пока. Спокойной ночи. Угу. Все спокойной ночи, девчонки. А. А.